Всем привет друзья, это обновленный гайд на игрока, мой игровой негатив. Итак, начнем. Игрок это скала, выбравшись из-под земли и находившись долгое время в спячке. Но после его пробуждения он оказался совсем один и обнаружил крепость, которую выжелал вернуть владельцу. Вместе с этой крепостью он пришел прямиком в землю рассветов, которая ему служит главным оружием. Отыграв на Гроке почти 900 игр, я бы хотел выделить некоторые тонкости игры за данного персонажа. Давайте вкратце разберемся во всем. Начнем мы с выбора боевого навыка. Грок спелий неприхотлив. Но как же определиться, какой нам точно нужен? Надо в первую очередь смотреть на пик противника и свой. Если в команде союзников есть высокий разовый урон, который позволит убить противников даже под их башней, стоит взять боевой навык защиты, который примет на себя 3 удара от вышки, тем самым вы сможете дольше держаться под ним. Если у противников имеются герои вроде Пани, Ребусы, Харли, которым нужен моментально разовый контроль, чтобы сбить тайминг их эскейпа, советую взять оцепенение. Если же против вас панда, который надоест своим толчком под башню, для которой безразличны ваши показатели защиты, советую взять боевой навык вспышка. Главное запомнить, блинковаться вспышкой надо по движению. Панды, а не против него. Однако, трудности возникают при выборе, когда против вас и панда, и какой-нибудь Хаебуса. В данном случае все же стоит взять оцепенение, так как оно будет более полезно. А теперь вкратце о персонаже в целом. Грог это один из самых балансных играбельных танков. В начале игры он наносит нехилый урон противнику. В конце игры же не имеет особого урона, но имеет толщину, с которой потягаться может только Аргус под ультом, или хилл с полным билд ясеним бафом. С прошлого гайда у меня остался осадок, мол, когда я сказал, что грог малоподвижен, мне начали говорить, что у стены пассив дает 10% скорости от решения. Да, ребят, я не ошибся, он малоподвижен. Огромная скала, которая имеет единственный навык эскейпа, и тот возможно оборвать. А во время посткаста первого скилла стоит на месте, во время каста стены стоит на месте, это и есть малоподвижен для меня. А то, что он ускоряется возле стены, двигается во время каста первого скилла, это неподвижен. Грог вне боя мобильный, я с этим не стану спорить. Но во время боя эти 10% ускорения от стены ничего не будут, потому что вас в 80% случаев будут максимально замедлять, зная, что станом ваш проход в гущу противника не остановить. Отсюда и мои слова. Самый плохой противник для нас является панда, поскольку мы ничем не можем оборвать ему ультимейт. И диги с ультой не считается. Во время ультимейта диги мы можем оборвать своим. Но нужно ли оно, подумайте? Задайте себе вопрос. Также, панда может нам дать ответ на урон как в начале игры, так и в конце. К слову, у панда урона больше. Также, если у вас в команде нет диги, придется либо выжидать его ультимейт, либо выбирать такую позицию, чтобы нанести урон по его тиммейтам. Геймплей игрока же крайне прост. Противник отчетливо видит, что мы заряжаем первый скилл. Надо это как-то скрыть от противника. Как? Правильно, атаковать его с кустов. Зарядив первый скилл, мы можем выйти и дать урон. Стену надо использовать с умом, иначе с ней шутки плохи. Кто-то называет стену контролем, но я так не назову. Да, она отзонивает, но не вносит нужный контроль, как и того же Гартота, Минутавра или Панда. Когда вас догоняют, и противники рядом с вами, стену не стоит кидать рядом с собой. Пока вы ее кастуете, вас уже убьют, поймают стан или еще что-нибудь. Если же противники далеко, можно в узком проходе кинуть стену вблизи себя, чтобы отгородить их. Ультимейт подойдет нам как для врыва, так и для отступления. А его главная фишка – авария со стеной. Ведь именно при столкновении со стеной он нанесет дополнительно 1000 единиц урона и сбросит перезарядку на 30%. Общий урон ультимейта ставит 1500 единиц на последнем уровне. Стан на 0,7 секунды и дистанция рывка на все поле отзора. Кратко пробежимся по скиллам и моему билду. Пассивный навык. Рядом со стеной или строением гроб получает 10% к скорости движения. И также 23-135 очков физической и магической защиты. Увеличивает все уровни. Но на самом деле это немножко вранье. Там 90 максимальное. Замечал на 25-м минуте и 15-м левел. После этого дверь описания. Первый навык. Применение данного скилла длительное. Для высокого урона требует каста в 2,5 секунды. Нанесет 600 урона на первом левел и 1500 на последнем. Второй навык. Бросает стену в указанном направлении, которое при раскрытии нанесет 200-600 урона. Растет с левелом навыка. Ультимейт. Делает рывок вперед. Нанося 500 единиц урона и подбрасывая противника в воздух на 0,7 секунды. Если противник рядом со стеной, игрок врежется в стену, игрок нанесет дополнительно 500-750-1000 урона. Растет с уровнем и сбросит перезарядку навыка на 30%. А теперь одно из самых главных, а именно билд. Ведь с реворком всего лишь одного итема изменилась целая мета билдов танков. Первым делом стоит купить два ожерелья на регенерацию маны, которые стоят 120 золота. Первым предметом покупаются ботинки на реген здоровья и маны. Они помогут нам поменьше бегать в таверну для регенерации маны. Реген здоровья мы и не заметим. Вторым итемом стоит взять божественное вдохновение. Именно вот этот итем изменили. И поэтому изменилось в мета танков. Божественное вдохновение даст реген 8% хп прямо в бою. Данный эффект хила ничем не сбивается. После получения урона активируется данный урона. То есть прямо во время боя вы будете хиляться больше, чем вам наносят уроны, если вас не бьет вышка. Третьим итемом я беру господство льда, которое даст нам перезарядку навыков 15%, манну, которая нам так не хватает, и 70 дней с брони. Также пассив, но он нам не столь важен. Четвертым итемом стоит взять перерождение, которое нам даст еще больше толщины, а также дополнительные хп и щит после воскрешения. Пятым итемом у нас зайдет стальное сердце. Ведь нынче без тех, кто бьет с руки высоким уроном, почти не обходятся бои, а значит снижение ставки и силы крита нам будет только на руку. Шестым же итем стоит брать по желанию. Можно взять щит афины, если вас сильно бьют маги. Можно взять шлем на обжиг, если вас бьют маги, но при этом возле вас кучкуются противники ради того, чтобы вас убить. Можно взять появление демона, если вас бьет хаебуса или фани и прям не слазят с вас. Можно взять кровожадного короля, если противники боятся атаковать первыми и ждут пока кто-то ворвется из вас. Запомните, этот итем для вас. Ну а на этом я думаю все. Основные моменты игры за данным персонажем мы разобрали. Благодаря билду вы ставите одной из самых опасных целей для противника. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!